Добрый день, в эфире Ревунг ТВ. У нас в премьер-линии болгарский, советский, российский певец, заслуженный артист России Бедрос Киркоров. Бедрос Филиппич, спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Спасибо. 9 октября в Кремлевском дворце будет гала-концерт посвящен 100-летию Баба Джаняна. Вы тоже участвуете. Какую композицию Баба Джаняна вы исполните? Ой, я у Баба Джаняна многие песни пел. Но хочу сказать, что самая такая песня, которая имела популярность в Армении. Я не знаю почему-то, я тогда дал запись, фондовая запись оркестра Филантьева, радиотелевидения. Сам Арно сделал инструментовку. Аспарапанс. Родина. На слова Ашота Граши. На армянском языке. Мы записали фондовую запись в Москве. И первый приезд в Ереван я отдал пленку на перезапись туда, чтобы эта песня популяризировалась в Армении. Но почему-то она так и осталась видна на прилавке. Но я все равно эту песню пел, когда попадал в таких местах, где есть армянская диаспора. И они пребывали на мои концерты. Я с удовольствием пел эту песню. Но я, Баба Джаняна, пел еще судьба, гордость. Можно сказать, пел песни «Благодарю тебя». Но когда появился Муслим, уже он так настроился на этот тенденн, Арно, что в исполнении Муслима намного лучше получались все его ипроизводители. Никто не пел его песни так, как пел Муслим Агамайев. Поэтому я могу сказать, что эти песни, когда появлялись на Огарево-13, в Москве, где он жил, Тереза Баба Джаняна была моим концертмейстером. Я учился тогда в ГИТИСе, театральный институт. И всегда ходил к ней заниматься, потому что она занималась только со мной. Единственный, обыкновенный каждому певцу был прикреплен пианист, который он должен был выучить репертуар, арии разные, оперетой, эстрадные песни. Это эстрадный факультет был, который художником-реповедителем являлся крупный профессор, оперный постановщик, режиссер Борис Александрович Покровский. И можно сказать, что он виновник был, что Борис Александрович Покровский, когда прослушал меня в ГИТИСе, я должен был ехать в Ереван, где было уговорено с Арам Ильичем Хачатуряном, что меня в консерваторию прибудут. Так как Арам Ильич Хачатурян, когда был в Болгарии, узнал, что пою я в оперном театре без музыкального образования. Я был при этом в театре. И сам министр культуры, который пришел познакомиться с Арам Ильичем Хачатуряном, когда был прощальный ужин, когда они на другой день уехали уже в Россию. И немецкая делегация тогда делалась на прощальный ужин. Там отдыхали все отдыхающие от семи социалистических стран, журналисты. Но на эти отдыхи иногда приезжали и артисты, кино, писатели, поэты, известные. Потому что это была единственная постройка девятиэтажная, на берега Черного моря, в курортном комплексе «Дружба». И все старались попасть туда. И поэтому при каждой прощальный день перед отъездом устраивался капустник. Каждая делегация делала художественную самодеятельность. Показывала свои способности, кто как может. Тогда немецкая делегация выбрала, но все-таки, кто выигрывает этот конкурс, дается катер. И вся делегация, которая отдыхает из Германии, на этом катере. И пригласили Арам Ильича Хачатуряна. И министр культуры был там. А на этом катере приглашали меня, чтобы я пел итальянские консунеты, народные песни болгарские пел. Пел еще и армянские песни, независимо от этого. У меня в репертуаре тогда было очень много песен старинных. И Арам Ильич был там. И сказал, как можно говорить. До этого мы с ним познакомились. Случайно. Во времена этого отдыха. Потому что там была армянская диаспора. Пригласили Арам Ильича на встречу с армянской диаспорой. Он был с женой и с сыном Кареном. Они приехали на этот ужин. И я подарил тогда Арам Ильичу Хачатуряну песню «Хаястани гармир кинин». Армянская винотез. «Хаястани гармир кини, ковекангеру, арсазов, хаястани гармир кинин». Эта песня писал Арам Ильич Хачатуряна. Я тогда спел. На фестивале в 55-м году в Варшаве Арам Ильич услышал эту песню. И тогда заинтересовался, кто поет эту песню, откуда делегация, болгарская делегация. А все в хоре, в хоре, который пели 100 человек, было наш русской хор из Болгарии, эту песню пели на армянском языке. Его в течение 2 месяца подготовки на фестиваль в Варшаве в 55-м году Арам Ильич поставил нам задачу, еще один армянин был там баритон, который пел в хоре. Все должны выучить эти, контролировать и вы на армянском языке. И на чистом армянском языке мы спели эту песню на фестивале в Варшаве. Стали лауреатами, можно сказать. И Арам Ильич хотел познакомиться с диригентом. Диригент тоже был армянин, Киркор Киркоров, звали его. Но он самодеятельный композитор был. Дирижировал этот хор строительных войск. У нас есть такая партия солдат, которые занимаются строительством. Строят объекты, окопы там, разные вещи. И к этому подразделение, огромное подразделение, где служили цыгане, евреи, греки, армяне. И туда посылали только вот эти национальности, чтобы работали. И Арам Ильич пожелал познакомиться с дирижером. А дирижер из Румынии. А там румынские армяне не знали армянский язык. И он сказал, я плохо говорю, давай идите в Бедра, узнай, что хочет Арам Ильич. Я пошел. Он увидел меня, говорит, ты солист, а я хочу дирижерам познакомиться. И он мне задал вопрос, говорит, так много болгарок есть в Болгарии, что эти 100 человек на армянском языке исполнили вот эту песню. Я говорю, Арам Ильич, там только двое армян. Я и еще один из армянных шанян, звали его Баритон, говорит, только мы их научили и это на армянском языке. Он удивился. А когда пришел в Болгарию, когда диаспора пригласили армянское церковное, и то церковное диаспору, у нас есть организация Ереван, но почему-то церковная организация богатая она. И пригласили Арам Ильича в ресторан, чтобы он пришел на ужин, встреча с нашей армяне из Вармы. И пригласили меня, чтобы я исполнил эту песню. И Арам Ильич как увидел меня, но, говорит, это мальчик, говорит, тот солист, который пел, говорит, в Варшаве. И я тогда поднес ему в Болгарии и сдали пластинку. Знаете ли, первые пластинки, которые были такие, на Нилове пластинки. Не записи, а пластинку. Подарил ему. И когда два года назад был случайность в комитете, в музее Арно Ильич здесь в Москве, то есть Арно Бабаджинян здесь в Москве, я хотел и Карена пригласить, но Карен побоялся выйти на встречу эту. Говорит, мы боимся, тогда коронавирус очень сильно развивался здесь в Москве. Я ему задал, где эта пластинка, помните, которую я подарил бабе? Стоит ли она в архиве? Говорит, да, да, у нас она в архиве на даче. И хочу сказать, что вот тогда Арам Ильич, министр культуры, сказал, пошлите этого мальчика, как можно, поет в оперном театре, в армии, а музыкального образования нет. И он обещал, но все осталось на обещании. Но мне повезло, что на другой год пришел Арно Бабаджинян с женой отдыхать. Там тоже уже на прощавний ужин сделали конкурс, но этот раз выиграли из России делегации. И то, знаете ли, с чем? Дело в том, что Тереза играла на фортепиано. Она мне сказала, Бедрос, принеси нам из оперного театра балетные вот эти пуанты такие, не пуанты, а вот эти короткие юбки, которые они танцуют. Знаете такие? Одеваются. 24 лебедей. Нам надо, говорит, три костюма зашить, но побольше принеси, потому что мы и толстые. А там был Михаил Жаров, был такой киноартист, очень популярный в России. Тогда отдыхали. А Арно Бабаджинян отдыхал. И отдыхал еще один товарищ из телевидения кто-то, он тоже толстый. Короче говоря, они с этим номером выиграли первое место. И тогда дали опять маленький катер, дается 12 ящиков шампанска и приглашают, как всегда, меня. И до 2-3 часа ночи катаются, я пою и болгарские, и народные, итальянские песни, армянские, даже и турецкие песни пел. Короче говоря, там находился тогда начальник управления культуре города. И Арно Бабаджинян обратился к нему и говорит, слушай, этот мальчик говорит, прошлый раз говорит, в прошлом году говорит, Берлана Ильич, министр культуры был. Почему-то говорит, ему никаких документов не оформили, не послали, не реван. Пошлите, говорит, потому что у него без музыкального образования что за артист. Меня приняли группу стажан артистов, я уже готовил партию Травиата Алфред, и говорит, как можно без музыкального образования. И он тут же мне говорит, в этот же день, вечером, завтра, говорит, в понедельник, я вас жду в таком-то кабинете в горсовете. Я поехал, и так оформили документы, давай, оформляй документы, мы посылаем тебя от Варнук в Москва на учебу. Я когда приехал в Москву, и здесь уже, я первое, что сделал, позвонил Арам Ильичу, но он оказался на гастроле в Татах, и жена Тамара Макарова его была, ее жена, она говорит, ты знаешь, Арам Ильич будет через 15-20 дней. А я приехал, надо уже поступать, надо посылать в Ереван, если я пойду в Ереван. Поэтому второй телефон у меня был, Арло, который дал два их телефона. Арло находился в Москве, и здесь Тереза начала меня агитировать, почему у тебя в Ереван поехать, ты готовый певец, давай здесь, я покажу театральный институт музыкопедии, там преподает Покровский Борис Александрович, очень хороший профессор, посмотрим, что он скажет, сможешь идти к ГИТИС здесь выступать. Я согласился, пошел, показался, а Борис Александрович Покровский уже вел второй курс к ГИТИСе. И он сказал, когда я закончил петь, у вас, говорит, все хорошо, но одно плохо, вы очень плохо говорите по-русски, а у нас, говорит, драматические отрывки бывают, и оперетти надо петь, а вы, если не научитесь первым семестром хорошо говорить по-русски, то, говорит, мы с вами расстанемся, но я вам даду преподавателя, который с вами будет заниматься. И вот так первый семестр я удержал и выучил более-менее, как говорится, русский язык, потому что, когда немцы были, я учил в школе до 10-го класса, до 9-го класса, не немецкий язык тогда учили мы, русский не учили, а когда пришли русские в 44-м году начали учить уже русский, но ни русский, ни немецкий так и не научил, и поэтому у меня русский язык был очень плох. Ну, сейчас можно сказать, что уже занимаясь этой педагогикой, которой я ей очень благодарна, за три месяца первый семестр она мне подготовила так, что Борис Александрович оставил меня в курсе. И так получилось единственное иностранец в истории ГИТИСа, потому что там была армянская студия, которые на армянской педагогике готовились в ГИТИСе, таджикская, узбекская, туркменская студия. Все работали на своем языке. А здесь я с русскими начал вместе. Там дали была одна армянка, Юлия Рустамян, называлась она. Но она родилась в Москве, знала прекрасно по-русски, мы с ней только и по-армянски так меньше, мало-помало говорили. И она мне очень помогла. Она сейчас в Париже живет уже. И хочу сказать, что благодаря Арно, который так твердо сказал этому человеку, и он был зав. отдела культуры, я попал в Москве. Если бы не было Арно, значит, я не был бы в Москве, и я не мог бы жениться потом. И, конечно, такую звезду мировой величины, которая у меня появился прекрасный Филипп. Вот коротко могу сказать об Арно. Арно самый главный виновник в моем приезде сюда, и очень много болел, когда мне не получалось на радио, он писал много песен, и мы с ним ходили показать эти песни на художественный совет, и все говорили, надо брать другого певца, он плохо поет по-русски, мы не можем золотой фонд, писать эти песни. Что вы думаете об армянских и русских культурах? А я что думаю? Я думаю, что это древняя нация русская, еще Мадатов был такой, граф Мадатов, который жил в Петербурге, который участвовал в 12-м году в русско-турецкой войне, граф Мадатов, и и можно сказать, не только граф Мадатов, и еще много другое связано. Еще Петр Великий, когда торговал с нашими армянскими вот этими меценатами, торговцами, говорил, это нацию надо беречь и всячески помогать, чтобы он развивался. Вот это сказал гениальный Петр Великий. А армяне очень себя зарегистрировали и как меценаты, и как культура. Мы столько один, сколько стоит Лазаревский институт, который был в Москве. Не только Лазаревский институт, и наши художники Айвазовские, и поэти, которые писатели. И можно сказать, что как древняя нация Армения, хотя сейчас она не на этой высоте, могу сказать, что но все-таки русский брат это не только как русский брат, культура очень тоже интересная и благодаря историю, которую я очень любил еще Болгарии и нашу болгарскую историю и русскую, который потом здесь понял, что только Россия могла подать руку армянам. И вот последней войне это было доказано, но здесь были допущены не хочу с политикой заниматься политические ошибки, которые мы могли выиграть эту войну так, как первую. И немалые полководцы мои дали. Я лично был знаком маршалом Бабаджаняном, который здесь жил в Москве. Недавно даже здесь была встреча с фильмом о Никита Симоняне, нашим гениальным футболистом. показывали фильм, ему 95 лет, мы встретились, я впервые встретился с ним, на этой встрече, это было 2-3 недели назад, центр, Лазаревский центр здесь, в Москве, показали им, мы познакомились впервые, и можно сказать, из-за шахматиста нашего, Петросяна, не только это, в искусстве и кибернетике тоже, имея много ученых, которые донесли пряки отношения хороших с Россией. И здесь, и здесь, сейчас, в Москве, вот есть такой, здесь, сейчас, очень известный ученик Федорова, Глазник, который Арзамунян Игорь Эрикович, который делает очень хорошие дела, бедным детям бесплатно делает операция, у него частная клиника, это ученик Федорова, я лично знал тоже Федорова, я много учителей приводил сюда, к нему, на операцию, он говорит, Петро, столько учителей, я деньги не буду брать, только бесплатно, веди кого не хочешь, все, 10, 20, 30 человек, я буду их оперировать бесплатно, и он держал свое слово, до времена своего, когда погиб он. Вы не собираетесь приехать в Армению? В Армению, к вам? Да, к нам, гости. Я когда приезжал, я когда приезжал, я даже в телевидении записал это интервью, не знаю, дали или не дали, это было десятилетие Карабаха, последний приезд, когда приезжал. Был такой меценат, Мецои Игитян, наверное, слышали? Два брата, Мецои Игитян, он в Париже имел радио, который, да, Мецои Игитян, он мне сказал, мне сказал, давай, говорит, поедем Карабах, там, говорит, поедет русский театр, который будет показывать пьесу, пьесу, посвященную нашему человеку-армянину, патриоту, который в Берлине убил турецкого дипломата или посла, не знаю точно как, и на это основание есть пьеса написана. И Костелевский, кто был еще, Костелевский и известные русские драматические артисти тоже приехали в армянском русском театре в Ереване и играли этот спектакль. А я в Карабахе, меня потом он пригласил, поехал туда, десятилетие Карабаха, было огромное торжество на стадионе, где я пел мою первую песню в жизни, которую научил, это песня Грунг. Грунг? Кумидаса. Да. Грунг, Кумидаса. Не знаете, не слышали? Да, да, Кумидаса, Крунг. Конечно, знаем. Верно. Да. Вот эту песню меня еще дед, когда учил, он сказал, мой внучок, у него был очень красивый голос, сказал эту песню, когда будешь петь, надо петь на колени, потому что без Арават Армения без ноги, она на колени. Но я хочу вам сказать, что я из-за этого говорю, потому что турецкий народ не виноват, виноват международная обстановка тогдашнего времени, потому что очень много турки спасали армян во время резни, очень много турки были, которые спасали у себя, брали армянские семейства, как турецкие. Спасали они их просто. И потом 500 лет Болгария была под турецкое рабство. Это не 10, не 20, не 100, не 200, не 300, а 500 лет, 5 веков Болгария была в рабстве турках. Но там было сословие, как у нас, Ташкнаги и Хоги. А там было пикновенное население и Чорбаджи. Чорбаджи это высшее сословие. Понимаете? А это высшее сословие было в хороших отношениях с турками. Они работали спокойно, они не бунтовались. Народ, конечно, иногда бунтовался там кто-то, кто-то, но они потом умолкали, пока не освободила их опять Россия. армяне а турка. Но я хочу сказать, что по временам турецкого родства в Болгарии ни один турок не вошел в армянский храм. Ни один турок не вошел в болгарский храм. И благодаря храму, благодаря церковной школе, которой преподавали русский язык в школах, в школах фактически было в храме, и сохранили болгарскую культуру, обичья и ничего не потеряли. Поэтому Армения, мы должны брать не с войнами, доказать, что мы сильнее забираем от вас, а не добровольно дожни дать. Это будет по-христиански. Конечно, сегодняшнее время такое, что они добровольно не будут давать все-таки. Вот видите, что они сделали с Карабахом сейчас. Турецкий флаг с правой стороны был у Алиева, а с левой стороны азербайджанский. Что это значит? Это просто было нахальство. Конечно, здесь использовали они международную обстановку, здесь Путин бы показал, как надо что делать, но в конце концов сейчас, слава Богу, что хотя бы нет война, что хотя бы не погибают наши люди, но наши веществтоящие армяне, которые находятся там в Лос-Анджелесе, наши взяточники, большие президенты, которые награбили такие миллионы, не знаю, куда их оттуда, которые они сейчас живут там себя спокойно, и наша Армения опять разделена. Вот это очень жалко. Каждый армянин, который сейчас живет в Армении, это он, я бы сказал, герой, он настоящий патриот своей родины, что он не уехал, остался. мой дед когда уехал, турок спас целую деревню, турки, турский пастух спас, целую деревню у себя в горы повез, они ожидали, когда солдаты уйдут от берега моря, потому что на берег моря причалывались греческие корабли, которые тогда торговались в Турции, но это были такие корабли, знаете ли, не пиратские, а торговые, которые занимались контрабандой, что ли, не важно, они когда привозили товар, обратно возили людей и нанимали вот таким кораблем, мой дед уехал в Болгарии в 15-м году. Ваши пожелания на армянском конце? Есть бузем вор бэрки бьясин оллак амминиса. Это унинанг амминисам и азин оллэнг мы победим не разъединение, а объединение надо. Объединение наших народов. Потому что Армения когда-то была огромная империя. Не забудьте, что Армения была еще имела 44 императоров византийских. и масса императоров были замужены за армянки. И пусть не забудут грузы тоже, что когда-то Тбилиси 90% жили армяне. Но там губернаторы были армяне и очень богатые, которые бездетнее свое богатство оставляли городу. Пусть не забудут, Тбилисский драматический театр построил армянский архитектор. И не только театр. Армяне построили все эти дворцы в Турции. Турции, если были в Турции, все эти мечети, все эти большие дворцы это строили армянские строители, каменодельцы. Армяне армянский народ это созидательный народ, строители, торгаши. Торгаши они стали сейчас, когда пришли здесь сейчас, нечего работать, а что делать? Так что над этим надо очень глубоко задуматься наши правницы сейчас, которые стоят у руля Армении, чтобы перестали они. Я не хочу больше рассказывать, как я был на глазах, на глазах, на моем опыте, когда первый раз попал я в Ереване, видел, что делается там. Мой дядя из Болгарии в 47-м году приехал, жил в Вененагане. К нему не ходили бриться, потому что он из Армении пришел, из Болгарии пришел. Думали, что мы враги. А он парикмахер. А там кроме того, его еще были несколько, которые приехали тогда с ним бриться, болгарии, болгарские армяне. А другие армяне ходили у своих мастеров. Он оставался без работы. Что делать? Четыре детей, четыре ребенка у него. Жена умирает, женится там, на местной армянке. от нее рожает еще один. И моя мама с большими трудностями через Хрущев, когда был на власть, она успела, она из первых, первых написала письмо, благодаря турецкого хаджи, который очень хорошо знал адвокатское дело, наш сосед, который я дружил с его внуком, он написал специальное такое письмо, что уже видно они разрешили и один из первых, который вернулся из Армении в Болгарии был мой дядя. А когда я на первом году учился и на зимней карликуле поехал в Ереван, я не хочу рассказывать об этом, об этом не надо писать, я думался, что народ стал совсем другой, совсем другой. Мы должны отказаться, у меня знаете сколько людей я спас здесь в России союза армян, когда берут азербайджанцы и армяне друг друга сжигают в своих палатках, которые торгуют, а мы собираемся этим Германом Ананянцем, вице-президентом союза Армении, и едем туда, собираем эти два противника и мирим их. С чего делить, когда у него уже русский паспорт, у армянина, у азербайджанца тоже русский паспорт. Зачем драться, зачем отомстить, зачем убивать, но как говорят, не знаю я у мусульман, это они темная страна мира, они как фашисты, я ничего против не имею, против них, тоже у меня самый близкий друг был турок в Болгарии, мой дед пел только турецкие песни, только на турецком языке, любимая песня у него была Алакьяс, есть такая песня, Алакьяс, горе, Алакьяс посвященная, вторая песня была Вартанимаха, царя Вартан, когда упал в небелости, и третья песня была Горунг, вот эти три песни знала, спасибо, это могу сказать, это молодежь сейчас должен знать, что у нас были Суворова бабушка, кто, армянка, а вы не знаю, знаете или нет, а Владимир это крестителя России, князь Владимир, он крестил Ротеевская Русь, правильно? Или не знаете, у него жена была армянка, он хотел стать мыслеманином, пойти мыслемянскую веру принимать, она отговорила его, сказала, что не надо мусульман, христиане говорят, более древняя вера, религия, надо христианскую принять, она отговорила его, и он поэтому принял христианскую веру, армяне не должны забивать это, надо объединиться, не делиться, понимаете ли, вот это, как говорят, дели и властвуй, да? А здесь получается именно так, вот именно в этой войне получилось так, наши ребята без оружия остались, там, Карабаха, которые хотели защитить, оружия не было, а наш президент, который тогдашний был, он не хотел вмешаться, якобы Карабах не хочет, а как они турка держат рядом, турецкие войска, ИГИЛ был там уже, бандиты, ИГИЛцы, уже до Кавказа чуть не дошли, давайте поговорить если хотите об Арно, Арно был великолепный человек, когда приезжали его дом, его второй дом был, ресторан Арагвы, там были кабинки, приезжает композер Артюнян, он тогда был директором филармонии, приезжает Константин Арбелян, все туда ходили, и все подел меня, Дедрош приходи. Когда вы впервые исполнили песню Арно Вабадянина? Было именно в 62-м году, когда он отдыхал в Болгарии, а в 62-м году полетел Гагарин, и он тут же написал одну песню, взлет, первый взлет, и тогда в Болгарии, в Арне есть такой дом транспортных работников, очень красивый и хороший дом, и там было какое-то торжество, день железнодорожника, и что-то было, и пригласили Арно, общество Болгаросоветская дружба, было тогда, сейчас есть это общество, только называется Друзей Болгарии, первый президентом это общество с России был Туполев, отца Туполева, это известного конструктора, и Арно написал эту песню, я выучил ее, и на этом торжественном собрании пригласили Арно, как человек из России, и он сказал несколько слов, поздравил по случаю победы Гагарина, и сказал, я хочу еще один подарок сделать вам, пригласил меня, и мы спели эту песню, первый взлет, вот это была первая песня, которую я выучил тогда за один день, и через день мы исполнили эту песню в этом доме. А каким запомнилась Арно Бабадянян? Арно Бабадянян запомнился никогда не грустный, всегда улыбчивый, всегда совет даст, всегда скажет, что как, он всегда я первые записи когда делал, носил туда, он слушал, сделал прав хорошее замечание, я от него учился, и хочу сказать, что я очень рад, конечно, муслим не чисто азербайджанец, у него есть и татарское, по-моему, отец, ли кто-то татарин у него, или Кабардино-Болгарин, я точно не знаю, но мы с муслимом тоже дружили, муслим очень приходил, всегда Арно постул благотворил его, и благодаря муслима город земли, королева красоты, голубая тайга, воспоминания, масса песен, сейчас не помню уже, которые он писал, и всех муслим пел великолепно, и дари моя судьбу, которую я написал, которую он написал, я ее записал на радио, хотя был уже запись муслима, фондовая запись была, но Силантьев говорил, что ты неплохо поешь ее, давай запишем, и он взял разрешение, потому что второй запись фондовая никогда не делается, только один, который, золотой фонд, который пишет, только один исполнитель, второй уже не делает, это был первый случай, когда он добился, чтобы сделали второй запись, и эта запись есть у меня, я сейчас очень хотел на юбиле петь эту песню, судьба, потому что она связана и с моей судьбой, как появилась в моей жизни, вот, и Тереза виновница, чтобы я нашел жену мою в Сочи, поехал на гастроли, она уговорила меня поехать с Эдди Рознером, джаз-оркестром, говорит, иди оттуда, говорит, Одесса, Варна, не Одесса, Сочи, Варна, идет корабль, потом оттуда в Варну, говорит, поедешь, я так поехал на концертном зале, в Сочи, так встретил мою жену, оказалось, что мы живем в одной гостинице потом на другой день, и вот так познакомились, и на третий день предложения, на второй день предложения, потом женился, и вот появился Филипп, вот здесь виновница Тереза была, так что, видите, судьба такая моя. Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok